Приветствую всех на своем канале! Ну как-то так получилось, опять у меня скопились кое-какие покупки и я решила снять распаковку. Покупки абсолютно разнообразные, смотрите сами. И если вам это видео понравится и мои покупки, то обязательно пишите свое мнение, высказывайте, что вы об этом думаете. Итак, начнем! И первая моя покупка это костюм с юбкой трикотажной хлопковой. Этот костюм выполнен из 100% хлопка фута, трехнитка. Мы уже привыкли такие костюмы носить и видеть много на ком с брюками. У меня тоже такие есть, а здесь я увидела с юбкой и сейчас в принципе это как бы, ну можно сказать, модно даже. И думаю, а почему мне не купить? Это ведь будет очень удобно и выглядеть будет стильно довольно-таки. Купила я 52 размер. Сразу хочу сказать, можно было взять на размер меньше. Но я уже заказала, не стала туда-сюда гонять просто этот товар. Думаю, да и ладно, бог с ним. А вдруг он сядет? Не знаю, пока еще не стирала его. Стоит он 3357 рублей. Рейтинг у этого костюма 4,6. И отзывы абсолютно разные. Ну, прям противоположные. Кого-то он очень устраивает и всем нравится, кого-то нет. У производителя в трех цветах он продается. Я взяла бежевый песочный. Итак, состав этого костюма это 60% хлопка и 35% полиэстера. Из нюансов. Кофта как распашонка и очень длинный рукав. Это вот прям нужно уметь такое носить. В нем очень удобно ходить. Я уже хожу в нем и он прям такой, знаете, вот как домашнительно какая-то одел. И совершенно не чувствуешь, тебе ничего не давит, не тянет. И в то же время выглядит довольно-таки стильно. И вот, как я уже сказала, в принципе модель как распашонка. И очень большая горловина. Тоже может быть кому-то важно. И юбка прямая. Два накладных кармана. Есть разрез спереди такой не очень большой. Юбка довольно-таки узковатая, конечно, тоже нужно это учесть. Но мне очень понравилось. Вот я уже, наверное, несколько раз это сказала. Просто я вот, честно сказать, редко когда вот что-то купишь и прям вот стопроцентный вау и восторг. Здесь я прям вот очень довольна. В общем, я думаю, что кто носит такие вещи, однозначно присмотритесь к нему. И я перехожу дальше. Следующая моя покупка это нашивка на одежду. Патч пришивной. С таким интересным рисунком. Купила я эту нашивку именно к этому костюму. В какой-то момент мне показалось, что, ну, наверное, что-нибудь надо. Хотя можно и не пришивать. Но, знаете, вот бывает такое, что очень захотелось. Она довольно-таки большого размера. 20 на 29 сантиметров. Дальше я вот приложу к кофте. Я пока еще не пришила. Просто приложу, покажу вам. Просто я ее вот прям недавно забрала. Стоит эта нашивка 351 рубль. Это аппликация. Она пришивается. Это не термонаклейка. У продавца есть абсолютно на любой вкус вот эти нашивки. И рейтинг у этого товара пятерка. Кстати, очень редко вообще можно такой рейтинг увидеть. В общем, отзывы все очень хорошие. Сейчас нашивки на одежде, они как-то популярные очень стали. И они добавляют яркости, стилю. Ну, любой одежде. Можно и на футболку. На любой свиншот однотонный. Будет уже более интересно смотреться. Пришивается она очень легко. Прикрепляем, ну, переметываем, где она должна находиться. И потом на швейной машинке пройтись с обработкой края. А можно написано вручную. Не знаю, у меня есть машинка. Буду на машинке пришивать. Я думаю, будет очень-таки интересно. И идем дальше. Следующие несколько покупок у меня для мужа. Но так как еще все-таки лето. И даже кое-где жарко. И у нас еще вроде жару обещают. Увидела я поло. Довольно-таки дешево стоит. И думаю, ну, почему бы не купить. Стоило это поло 509 рублей. Купила размер М на мужа. Рост у него 1,68 м. Дальше увидите, как она на него села. Не понравилось, скажем так. Не всякого человека черный воротник освежит. Вот так лучше сказать. Да, он по этим и не понравилось. Состав у этого пола хлопок 60% полиэстера 40. На ощупь, если посмотреть, то кажется, что полиэстера больше все-таки. Потому что, ну, как-то вот прям синтетически она смотрится. Рейтинг 4,8. Отзывы, в принципе, неплохие. У продавца есть разные расцветки. Можно что-то другое. Ну, по-моему, в основном все с темным воротничком. То есть, это вот нужно учитывать. Не каждому человеку такой цвет подойдет. Вот, допустим, у меня мужу не подошла. Вот именно по цвету. Она не освежила его. И поэтому решили сдать. Как бы всегда такого принципа придерживаюсь. Если что-то уж не нравится, лучше не оставлять. Даже несмотря на то, что стоит очень дешево. Сторона производства этого пола Узбекистан. Ну, как я уже сказала, мы его сдали. И переходим дальше. Дальше у меня два свитера. Покупала. Тоже когда-то в какой-то распаковке я уже говорила. Я стараюсь по цветам подбирать нам. Чтобы, допустим, я не шла в одежде ярко-розового цвета. Он у меня в каком-нибудь синим там. Или еще в каком-то. Стараюсь более-менее по цвету подбирать одежду. И вот нужен был бежевый свитер. Вот первый. Это свитер именно. Ну, или как он называется? Вязанный джемпер. Стоит он 2199 рублей. Состав хлопок 50% и акрил 50%. На ощупь очень приятный. Цвет передается... Ну, верно он передается здесь у меня на камеру. Он действительно вот такого цвета. Хотя написано бежевый. И на картинке товара он более светлый. Здесь он как-то, ну, более такой грязноватый цвет. Не очень понравился. Это размер Элька 48. Страна производства у него Турция. Тоже вот можете посмотреть на невысокий рост. Сел довольно-таки хорошо. То есть он не длинный. Это вот проблема бывает иногда, что вещи такие, они длинные. Ну, да, немножко рукав тут позборился. Ну, чуть-чуть. Прям совсем совершенно не критично. В целом неплохой, кстати. Джемпер сделан интересно. Да, смотрится неплохо. Но так как я брала два на выбор, то остановила. И мы оба, скажем так, решили, что второй будет гораздо лучше. Ну, и переходим сразу к нему. Это джемпер. Без начеса так написано. Стоимость его 1158 рублей. Сделан он тоже из футера. Двухцветный тоже. Размер это 48. Размер соответствует. И сторона производства России. Ферма Gloria Трикотаж. Вот не знаю, к Gloria Джинсу имеет отношение или нет. Ферма все-таки известная довольно-таки. Это тоже футер от трехнитка. Он очень удобный, кстати, в носке. Прям вот кто носит и покупает такие вещи, все оценят его. Сел довольно-таки хорошо. Он не в обтяжку, не в облипку. Кстати, вот и мой костюм первый. И вот это. Вот все это сделано из турецкого хлопка. То есть, вот я не знаю, ну, либо ткань, возможно, закупается, отшивается уже здесь у нас в России. Что можно, ну, или как обратить внимание, понравилось вот это решение. Что спинка полностью темная, такая, кофейного цвета. Рукава светло-бежевый, а спереди двухцветная. И вот эта полочка передняя, которая кофейная, она сшита просто наоборот, как изнанка получается. Смотрится за счет этого довольно-таки интересно. Рейтинг 4,8. Отзывы тоже все хорошие. И что немаловажно, ни нитки нигде не торчат. И сшита довольно-таки качественно. Ну, и переходим к последним двум покупкам. Это уже не одежда. И первая покупка, это масло чайного дерева с витамином Е и витамином С. Которое увлажняет кутикулу, укрепляет ногти. И как, ну, эффект антисептика. Натуральный состав у этого масла. Стоит оно 219 рублей. Рейтинг 4,9. Рейтинг хороший. То есть, всем нравится. Это многофункциональное средство для ухода, там, лечения ногтей, кутикулы. Также говорят, что можно и кожу, волосы, тело, то есть, смазать. Ну, не знаю, мне вот именно для рук. Ну, руки я, кстати, мажу полностью. Не обязательно ногти, а полностью руки мажу. И прям мягкие такие становятся все-таки. Бывает надо такое. Я постоянно ногти, ну, с гелевым покрытием хожу. И нужно все равно поддерживать ногти каким-то образом, подпитывать. Поэтому вот покупаю такие вещи. Очень удобное нанесение. Есть пипетка. И наносится легко. Можно и руки полностью этим маслом мазать. Ну, допустим, вечером. Хотя вот говорят, что, ну, нужно несколько раз в день. И что важно, очень приятный запах. Прям запах такой ненавязчивый и хороший, не химозный, приятный. Ну, и переходим к последней моей покупке. Это утюг. Утюг фирмы Redman. Сразу могу сказать. Можно найти такой же утюг в сетевых магазинах. Я думаю, что он тоже продается. Но не у всех есть возможность покупать в сетевых магазинах. Он продается тоже на Валбересе. Просто показываю как факт, что вот довольно-таки неплохой утюг. Я своим предыдущим утюгом пользовалась, наверное, больше 25 лет. И он начал просто подтекать. Поэтому пришлось заменить. И увидела вот этот. Много утюгов смотрела. Ходила в магазине. Вот увидела этот. Стоит вот на Валбересе этот утюг 4 686 рублей. Но цена опускалась. И он и 4 тысячи стоил. То есть нужно отслеживать. И рейтинг 4,2. То есть, ну, по всей видимости, не всем нравится. Меня устраивает. Я уже глажу. Меня вполне устраивает. У него очень длинный шнур. Вот что тоже бросилось сразу в глаза. И шнур мягкий. Можно использовать им как отпариватель. Хороший такой удар паром у него. Вода очень удобно тоже заливается. Ну, я это вот очень у меня по сравнению с моим предыдущим. Хотя у меня тоже утюг очень хороший был. И поэтому я все с ним, в общем-то, сравниваю. Единственный нюанс, что когда ставится, не очень удобно шнур расположен. Нужно постоянно его в сторону убирать. Иначе ручкой на него будет вставать. Но я думаю, это ерунда, конечно. Кстати, на Валбересе, даже если посмотреть, у разных продавцов эти утюги стоят еще дороже. И там и 5 300, и 5 800. И оценки-то пятерки стоят. То есть, ну, я говорю, просто по всей видимости, вот там кому-то не везет. И занижают, бывает, оценку или нерабочие приходят. Ну, всякое бывает, это техника. Понятное дело, что все нужно смотреть. Вот. Ну, вот, пожалуй, все. На сегодня у меня вот такие вот покупки скопились как-то спонтанно. И я ими с вами делюсь. Если вам это видео понравилось и оно было полезным для вас, то не забудьте его оценить. Пишите обязательно свое мнение. А также не забывайте подписываться на мой канал. И уже теперь постоянно приходится, наверное, это повторять. Мой канал тоже есть на Яндекс.Дзене. Если YouTube вам не очень удобно смотреть, переходите, подписывайтесь. Весь контент вот этот я там тоже дублирую. Он там тоже постоянно появляется. И всем пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok